всем привет из тбилиси с вами конференция C++ Russia. Представлю вам Вадима, Винника нашего сегодняшнего спикера. Вадим мог сказать, что он гуру C++, что Хаскель скоро станет частью C++, но он предпочел другое представление. Так что Вадим Винник, программист из Минска, любит C++, любит метапрограммирование, а также функциональные и декларативные языки, особенно Хаскель, и связанные с ними разделы математики. Привет. Вадим, расскажи, сколько у тебя уже уточек в коллекции? По-моему, не меньше пяти. Однако уточки, которые приезжают ко мне с конференции, сразу же переходят к моей дочке. Кто не знает, на конференции мы получаем уточек разных цветов, разные краски, и собирать эти уточки – очень веселое занятие. У меня тоже в коллекции есть порядка трех-четырех уток. Расскажи, как дела в Минске, как погода? В Минске прекрасная солнечная погода. Еще несколько дней назад был словно затянувшийся или перепутавший расписание ноябрь, но вот уже несколько дней погода снова стала настоящий летний, как и должна быть, и такое же летнее приподнятое настроение. Отлично это слышать. Напомню нашим слушателям про то, что у нас есть чат, где можно задавать вопросы, про то, что доклад надо будет оценить. Это позволит в будущем улучшить как конференцию, так и доклад. И то, что после доклада у нас будет дискуссия, где мы можем в спокойном темпе обсудить любые интересующие вас вопросы, как по докладу, так и около. А сейчас, думаю, мы можем приступать непосредственно к докладу. Вадим, тебе слово. Благодарю. Еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. Слайд с заглавием доклада висел на экране достаточно долго, поэтому его я перелистну сразу. Специфика темы, о которой я хотел бы сегодня поговорить, такова, что просто невозможно не предпослать ей более или менее пространное предисловие. В этом докладе сплетаются воедино, сплетаются в тугой узел три мотива. Это метапрограммирование, декларативное программирование и вычисление на этапе компиляции. Я постараюсь показать за следующие несколько минут, что эти разделы, эти линии в программировании настолько тесно между собой связаны, что их можно считать, простите за парадоксальность метафоры, тремя сторонами одной медали. Но для этого нужно по отдельности сказать несколько слов о каждом из этих разделов. Сначала метапрограммирование. В самом широком смысле это программирование кода, который создает какой-то другой код. Очень интересно, что вчера нашу конференцию открывал блестящий доклад, посвященный ранним работам по компиляторам, и там упоминался этот же самый термин, вынесенный на этот слайд «программирующие программы». Дело в том, что на ранних стадиях развития программирования, собственно, под программированием понимали забивание машинных кодов в оперативную память ПВМ. А тут вдруг внезапно появились программы, которые получают абстрактное описание алгоритма на каком-то почти человеческом языке и сами превращают это в последовательность машинных кодов, что, в общем-то, поначалу даже приводило к таким эйфорическим настроениям, мол, программисты скоро станут не нужны, человеку остается лишь описывать требования к программе на каком-то почти человеческом языке. Конечно, мы все знаем, что этим надеждам не суждено было сбыться, иначе не были бы мы все вместе с вами программистами. Что я этим хочу сказать, подступлением о программирующих программах, что считать нечто метапрограммированием, то есть программированием создания программ или же, собственно, программированием, это различие не абсолютное, а относительное. Оно определяется нынешним текущим уровнем развития практики программирования. В частности, таково различие между обобщенным программированием, то есть просто написанием каких-то шаблонных функций, классов и тем, что можно назвать метапрограммированием в собственном и узком смысле слова. Когда мы пишем какую-нибудь шаблонную функцию, скажем, поиск в контейнере, конечно же, компилятор при подстановке конкретных типов превратит это единое шаблонное описание в несколько разных блоков исполняемого кода. Но мы со своей прагматической точки зрения не хотим это считать метапрограммированием, и поэтому тезис, вынесенный в первый пункт этого слайда, я хочу теперь уточнить следующим пунктом. Метапрограммированием будем называть такое программирование создания кода, при котором от компилятора ожидаются какие-то нетривиальные решения. Часто в C++ метапрограммирование делается на шаблонах. Кстати, не всегда некоторые умельцы могут делать просто фантастические вещи даже на старых добрых макросах. Но в этом докладе в основном программировать будем на шаблонах. Второй столб нынешнего доклада – декларативное программирование. Под ним следует понимать такой подход к написанию программ, где программа представляет собой абстрактное описание требований к искомому желаемому результату. Программа не представляет собой подробное описание шагов по его построению. В этом смысле декларативное программирование представляет собой противоположность широко известному, исторически первому императивному программированию. Вот оно-то как раз и зиждется на подробном, подшаговом описании всех действий вычислителя. В основе императивного программирования лежит представление о изменяемом состоянии. Каждый шаг программы определенным образом это состояние меняет. Вот самый главный способ менять состояние – это разрушающий оператор присваивания. «Разрушающим» его называют, потому что он безвозвратно разрушает предыдущее состояние. А в декларативном изменяемого состояния нет. Конечно же, оно есть, ведь программа выполняется в конечном счете на процессоре, но его нет в руках у программиста, оно программисту недоступно. В частности, основа основ императивного программирования – это цикл. поэтапное, раз за разом изменение состояния до тех пор, пока это состояние не начнет удовлетворять какому-то условию. Вместо этого в декларативном программировании предпочитают рекурсии. Декларативные вычисления чаще всего оказываются чистыми, то есть не предполагают ввода-вывода какого-либо интерфейса с аппаратурой, с операционной системой, с другими, так сказать, ненадежными внешними источниками. Вычисления в декларативном стиле есть просто-напросто вычисления, преобразование данных в данные по формулам. И, в частности, гарантируется одинаковость результата при одинаковых входных данных. Способами, которыми пользуются программисты для написания декларативных программ, являются в первую очередь сопоставление с образцом и поиск с возвратом. О них подробнее речь пойдет совсем скоро. Также еще следует упомянуть, на слайде не написано, но тоже будет звучать вскоре, программирование высших порядков, когда функции являются такими же объектами данных, как и прочие данные. Их можно обрабатывать, строить динамически. И третья составная часть данной темы – вычисления на этапе компиляции. Речь идет о том, чтобы прямо в процессе компиляции программы выполнять какие-то серьезные, сложные вычисления и результаты этих вычислений – считать данными, подставлять их прямо в код компилируемой программы. Зачем это может пригодиться? Для того, чтобы вычислять какие-то сложные константы, которые в дальнейшем программе будут нужны на этапе выполнения. Но для того, чтобы этап выполнения разгрузить, можно переложить работу на компилятор, пускай один раз компиляция будет занимать значительно больше времени, но зато при каждом запуске программы программе не придется тратить время на повторное вычисление одних и тех же констант. Это могут быть таблицы каких-то сложных функций. Нередко такие таблицы используются, скажем, в криптографии. Конечно же, есть альтернатива. Можно генерировать код, прямо в процесс сборки встроить запуск какой-то утилиты, которая, к тому же, сама написана нами, возможно, на другом языке программирования. То есть нужно сначала транслировать утилиту, затем запустить ее, она создаст какой-то исходный код на C++, и он будет частью нашего приложения. Но здесь есть определенные недостатки. Ведь в этом случае усложняется процесс сборки, и если приложение в итоге работает с ошибкой, не исключено, что причину ошибки нужно искать в каком-то совершенно ином коде, не в коде этого приложения. Так что вычисления на этапе компиляции приносят значительную пользу. Я описал вкратце три составных части темы доклада. На следующем слайде показаны взаимосвязи между ними. Вот, скажем, между вычислениями на этапе компиляции и метапрограммированием на шаблонах. Что общего? Шаблоны, конечно же, отрабатывают на этапе компиляции. При этом, если шаблоны, суть шаблоны типов, то есть на основе одних типов строят другие типы, то эти типы могут считаться данными, только данными уже для компилятора. С другой же стороны, между метапрограммированием на шаблонах и декларативным программированием тоже есть свой мостик. Ведь аппарат сопоставления, скажем, типов со специализациями шаблона очень напоминает механизм бэктрекинга, поиска с возвратом. Примеры будут даны вскоре. Ну и в конце концов, вычисления на этапе компиляции с декларативным программированием роднит то, что у компилятора, по сути, нет изменяемого состояния. Все вычисления, которые делает он, чистые. Уж во всяком случае, во время компиляции программист не управляет вводом-выводом, и уж тем более компиляция не должна быть недетерминированной. Все эти три источника, три составные части доклада сейчас я опишу чуть-чуть более подробно, но на высокой скорости, для того, чтобы вводная предварительная часть доклада не превысила его основную часть. Вот здесь даны два способа вычислить факториал на этапе компиляции. Внизу дан способ, доступный в стандарте C++17, потому что тут уже разрешено в констекс правая функции вставлять циклы вайл и операции присваивания. Верхний способ, который поддерживается только в более старых стандартах, даже выглядит изящнее и удобнее, просто потому что факториал – это такая функция, для которой рекурсивный способ, рекуррентный способ определения в принципе более естественный. Вот еще интересный пример. Можно даже вычислять контрольные суммы строк. Это уже серьезные, нетривиальные криптографические вычисления. Для этого слайда выбран, конечно, довольно смешной алгоритм 1.32. Ничего бы в принципе не изменилось, и выбери я более серьезный алгоритм, но труднее было бы поместить код на слайд. Что мы здесь видим? В функции делается попытка распознать, дошли ли мы уже до конца строки. Если текущий символ C равен нулю, то есть это терминатор, функция возвращает свой окончательный результат. В противном случае перевычисляет значения для параметров А, В и вызывает сама себя. Легко видеть, что в этом примере, как океан в капле воды, отражается, во-первых, хвостовая рекурсия. Последнее, что делает рекурсивная функция, это вызывает сама себя, просто с другими параметрами. Ну и во-вторых, здесь уже видно, как в декларативном программировании обходят отсутствие изменяемого состояния. Его нет, но оно как бы есть. Оно заменено двумя аргументами этой функции. При каждом рекурсивном самовызове эти аргументы А и В получают новое значение. Еще один пример, который возник из реальной задачи. Мой приятель, который наверняка сейчас слушает этот доклад, когда-то обратился с такой ситуацией. Нужно логировать все вызовы всех функций, но для того, чтобы это не слишком било по производительности, логер должен сам решать, что вот такие-то и такие-то функции совершенно неинтересны. Попытку логировать их вызовы он будет молчаливо игнорировать. Если это делать на этапе выполнения, конечно, удар по производительности будет слишком сильным. Необходимо на этапе еще компиляции полностью исключить код логирования. Ну как это сделать? Для этого нужно имя функции, конечно же, на этапе компиляции известное, искать в списке, тоже известном на этапе компиляции, важных или интересных функций. Это можно сделать таким образом. Для начала написать свою замену для функции сравнения строк. Нам неважно строки сравнивать в лексикографическом порядке, достаточно распознавать их равенство. И после этого очень похожим образом итерироваться на этапе компиляции по контейнеру строк в поисках первого совпадения. Вот код, который у, по крайней мере, моего приятеля работает на продакшене. Подведем итоги. Во-первых, на этапе компиляции можно много полезного вычислить. Это здорово. Код, предназначенный для вычислений, на этапе выполнения и для этапа компиляции находится в одном и том же модуле, пишется на одном и том же языке. И вот, позволю себе немножко такой нетрадиционной для программирования философской терминологии. Вычисления на этапе компиляции получаются имманентны остальному коду, а не трансцендентны ему, то есть лежат не по ту сторону, как было бы в случае генерации кода сторонней утилитой. Но есть особенность. Вот стиль написания кода, работающего на этапе компиляции, несколько специфичен. Нужно к нему привыкнуть, нужно набить руку. Пришла пора сказать чуть более подробно о декларативном программировании. Не расписывая подробно все его многочисленные преимущества, сразу перейду к примеру. Аксиомы Пиано. Попытка определить, что есть натуральное число. Вкратце, ноль есть натуральное число. И во-вторых, если есть какое-то натуральное число х, то единственным образом определено непосредственно следующее за ним, которое здесь обозначается через s от х. И в конце концов нет никаких иных натуральных чисел, кроме тех, которые можно построить из нуля многократным применением вот этого функтора s. На следующем слайде показаны определения для сложения и умножения в этой системе Пиано. Например, если любое число х складывать с константой ноль, суммой будет тот же самый х. Если же второе слагаемое имеет вид s от y, то есть непосредственно следует за каким-то числом y, то сначала нужно решить более простую задачу. Сложить x с y, а затем взять непосредственно следующее после этой суммы. Внизу показан пример такого сложения. Как видите, по одной s откусывается на каждом шаге от второго слагаемого и навешивается эта же самая s на всю сумму до тех пор, пока второе слагаемое не обратится в ноль. А вот реализация, прямая реализация арифметики Пиано на языке пролог. Первый предикат позволяет переводить числа из привычной нам формы в термы Пиано и наоборот. Например, константа z и число ноль находятся между собою в соответствии. Пусть дано какое-то число, какой-то терм x. Он находится в соответствии с числом m при условии, что существует некоторое число n, находящееся в соответствии с x, и при этом m на единицу больше, чем n. Не останавливаясь подробнее на остальных предикатах, это прямое переписывание формул с предыдущего слайда просто в чуть-чуть других обозначениях. Интересная особенность пролога в том, что предикаты работают в две стороны. Можно сделать известной величиной число неизвестной сделать терм, а можно наоборот по известному терму найти число, удовлетворяющее вот этому вот предикату. Таким же образом работают сложения. Что же касается умножения, здесь я сразу показал решение обратной задачи. Найти такое число y, что будучи умноженным на 2, оно даст в результате 6. Факториалы можно вычислять. Кстати, почему в примере показана девятка? Да потому, что при десятке система уже падала с переполнением стека. на языке Haskell чистом, функциональном, как видите, очень мало отличий от прологовского решения, разве что функции – это не предикаты. Функции работают однонаправленно, от аргументов к итоговому значению. Поэтому, например, здесь нужны уже две функции для перевода из числа в терм пиано и наоборот. Пора извлечь из этого некоторые уроки. Во-первых, декларативная программа, на каком бы языке она ни писалась, состоит из некоторых определений или правил. Правило охватывает какой-то частный случай. Оно требует, чтобы его аргумент, чтобы входные данные имели определенный вид. Например, у нас были правила, которые требовали, чтобы терм был константой z, нулем. Или требуют, чтобы входные данные имели вид s от x, где x – это какой-то другой терм. Когда приходят входные данные, система пытается сопоставить эти конкретные данные с заголовками всех правил и находит подходящее правило. То есть происходит сопоставление с образцом. При успешном сопоставлении переменные получают конкретные значения, как, например, переменная x в образце s от x. А при неуспешном сопоставлении ничего страшного, просто делается попытка найти следующее правило. Авось хоть какое-нибудь да подойдет. Люди, сведущие в c++, конечно же, узнали в этом сфине. Substitution failure is not an error. Если что-то не удалось подставить, просто попробуй следующую альтернативу. Ну и, наконец, для того, чтобы писать программу в таком декларативном стиле, сначала желательно написать определение искомой величины математически, в рекуррентной форме. Тогда программа будет просто математической формулой в иных обозначениях. Ну и, пожалуй, последнее по этой части функции высшего порядка. Функции, которые принимают в качестве аргументов или же в качестве значений возвращают какие-то другие функции. Характерный пример функция фильтрации контейнера, которая из контейнера отбирает элементы, удовлетворяющие предикату. Скоро будем делать то же самое на c++. Ну что ж, теперь мы переходим к метапрограммированию на шаблонах. Сначала краткий обзор его в целом, а затем применение к обработке списков. Попробуем посмотреть, как ту же самую арифметику пиано реализовать на шаблонах c++. Число 0 будем моделировать типом, типом под названием 0. Если есть тип t, уже соответствующий какому-то числу n, по крайней мере, один такой тип у нас уже есть, это тип 0, то шаблон succeeder строит из него новый тип, содержательно соответствующий на единицу большему числу. То, что мы привыкли считать операциями над числами, должно отобразиться в нашей программе в операции над типами. Но операция над типами это шаблон типа. Шаблон, который принимает какие-то типы в качестве аргументов и строит новый тип. Вот, например, есть тип, соответствующий числу 3, есть другой тип, соответствующий числу, к примеру, 7. Шаблон под названием add должен построить из него новый тип, да еще и такой, который соответствует числу 10. Вот начало реализации. Есть просто тип 0 и просто для того, чтобы был хоть какой-то интерфейс к привычным нам числам константа, константа value со значением 0. И шаблон succeeder, который строит из типа t новый тип и в этом succeeder есть своя константа value на единицу больше, чем value из типа t. Разумеется, при попытке подставить в шаблон succeeder какой-то тип, у которого нет константы value, приведет к ошибке компиляции. И справа показаны совершенно вспомогательные определения, сейчас они сыграют свою роль. Вот так можно реализовать сложение. Как видите, в первой строке объявлен, но никак не определен шаблон типа add. Это совершенно нормальная практика примета программирования на шаблонах, когда общее определение шаблона служит только для того, чтобы пообещать компилятору. Шаблон с таким именем существует, он имеет смысл. Все же конкретные его определения вытесняются в специализации. Специализация номер один срабатывает в том случае, если второе слагаемое, второй тип есть в точности тип zero. Тогда тип результат это и есть тип x, тип первого слагаемого. Если же существует такой тип y, что второе слагаемое представлено типом с оксидор от y, вот оно, сопоставление с образцом, то тогда шаблон add построит новый тип, решит сначала более простую задачу, сложит x с y, а потом еще и возьмет тип следующий после типа этой суммы x с y. И статика CERT в последней строке демонстрирует, что этот алгоритм на этапе компиляции успешно работает. Очень интересно сравнить это с определениями на прологии или Хаскелле. Как видно, с точностью до замены обозначений это одно и то же. Сложение чего-то с нулем есть это самое что-то. Сравнение сложения числа с числом на единицу большим, чем известное число будет на единицу больше, чем сумма этих двух чисел. Таким же образом можно построить операцию умножения и факториалы построения чисел Фибоначчи. Подробный разбор уже не представляет особого интереса. Можно перейти к извлечению уроков. Как видите, здесь произошло то, что программисту на языке просто C без плюсов программисту так сказать классической эпохи могло бы показаться безумием. Для чего вообще нужны были типы данных? Разумеется, для того, чтобы обрабатывать данные этих типов. Но здесь мы видим совершенно иное. На этапе выполнения нет и не будет ни одного объекта типа Zero, ни одного объекта типа Саксидер от Саксидер от Zero, ни одного объекта типа Added. здесь типы служат сами по себе данными для компилятора. То, что было пятым колесом телеги, внезапно стало рулем. Во-вторых, логика метакода вся сплошь построена на сопоставлении с образцом на выборе подходящей специализации. Кроме того, видим, что специализации можно написать несколько. Все они будут отвечать за свои частные случаи. При этом любая специализация будет считаться с точки зрения компилятора лучше, чем общее определение. Компилятор в первую очередь пытается подобрать подходящую специализацию, а лишь затем возвращается к общему определению шаблона. Ну и последний тезис. Метапрограммирование на шаблонах очень похоже на декларативное программирование на специализированных декларативных языках. Просто выглядит чуть-чуть более многословно. Ну и, пожалуй, последняя из предварительных тем, но ее необходимо рассмотреть, потому что на этом будет построено все следующее решение, это вариодические шаблоны. Шаблоны, обладающие заранее неизвестным количеством параметров. Пакет параметров какой-то произвольной длины обозначается троеточием. Вот можно для шаблона дать общее определение, или общее объявление вместе с определением, а затем можно работать с этим пакетом параметров рекурсивно. Скажем, в качестве базы рекурсии взять специализацию без параметров, как показано на слайде, или с одним параметром, а в качестве шага рекурсии отделять от пакета параметров один первый параметры. Иногда можно базу рекурсии, иногда можно шаг рекурсии совместить с общим определением, примеры этому будут скоро даны. Вот очень примитивный пример, такая самописная замена std tubal. Как видите, здесь общее определение шаблона совмещено с базой рекурсии. В общее определение компилятор свалится только в том случае, если ему не удалось разбить пакет параметров на первый тип и все остальные. То есть, если этих самых параметров ровно ноль. Вот тогда объект без данных. Объект, в котором нет никаких данных, никаких типов. Если же в произведении типов есть первый сомножитель и все остальные, то в структе будет член данных первого из этих типов и будет произведение всех оставшихся типов. Таким образом, объект данных имеет вид матрешки. Во внешнем объекте есть свой первый подобъект типа int и оставшиеся подобъекты others, которые уже принадлежат к произведению оставшихся двух типов bool и string. В конце концов, на самом дне матрешки лежит пустая структура произведения из нуля типов. Пользоваться такой самописной заменой теплу крайне неудобно, но она здесь исключительно для демонстрации работы с вариодическими параметрами. Ну а теперь пришла пора перейти к основному материалу. О чем пойдет речь? В разных приложениях бывает нужно вычислять не только одиночные значения на этапе компиляции, но и целые таблицы значений. А вычисления над таблицами предполагают сложные алгоритмы обработки контейнеров. Например, проэтерироваться по контейнеру, над каждым его элементом произвести какое-то вычисление, сформировать контейнер результатов таких вычислений. Можно отфильтровать элементы контейнера по заданному условию, отсортировать контейнер, перевернуть его задом наперед и сделать много других преобразований. Конечно, существует в близкой области уже готовая библиотека Boost MPL довольно сложная, очень объемная. Я заметил, что там больше внимания авторы уделили контейнерам типов, хотя и контейнеры значений в ней тоже поддерживаются. Вот сейчас мы разберемся, как своими руками создавать нечто похожее на Boost MPL. Элементарное определение. Шаблон типа List обладает в первую очередь типовым параметром t. Список должен знать, он список чего? Список целых чисел или длинных целых чисел или чего-нибудь иного. И, кроме того, неопределенной длины пакетом параметров уже параметров значений типа t. У самого списка можно спросить тип его элементов. И у самого списка можно спросить его длину. Это делается с помощью вот такой операции сайзов с троеточием. Это именно специальная форма, позволяющая узнать во время компиляции длину пакета параметров. Исключительно для удобства сделаны также внешние метафункции. В них в качестве типа u можно подставлять списки, то есть типы вида list с каким-то типом и с какими-то элементами. Item t спрашивает у списка его тип, size v спрашивает значение этого, спрашивает длину этого списка, ну и, наконец, предикат из empty позволяет узнать, не пуст ли этот список. Сразу же можно увидеть эти элементарные средства в действии. Вот мы сформировали список из трех элементов и убедились, что в нем действительно три элемента, убедились, что этот список не пуст. Примечательно, что на декларативных языках вычисление длины списка это, как правило, рекурсивная функция. К счастью, C++ сам предоставляет все, что необходимо для того, чтобы вычислить длину, а именно сайзов с троеточием. Длина пакета нам дана непосредственно, никакой рекурсии не нужно. Простейшие операции, позволяющие сконструировать список, или же из имеющегося списка построить другой, больший по размеру. Во-первых, вот такой вот шаблон append. Интересна форма. У шаблона есть объявление и есть ровно одна единственная специализация, но компилятор абсолютно всегда будет пользоваться этой специализацией и никогда не достигнет общего случая. Разумеется, если программист не захочет подать в этот шаблон append что-то вообще не являющееся списком. Что ж получится? К счастью, приписать элемент к концу списка можно просто пользуясь синтаксисом C++. Перечислить все элементы старого списка и через запятую еще один. Здесь даже цветом обозначены элементы старого списка и вновь прибавляемый элемент X. Точно таким же образом можно написать функцию прибавляющую элемент в начало списка, а не в его конец. Очень похожим образом делается и метафункция конкатенации. Здесь я делаю маленькое отступление, надеюсь, что никого не коробит здесь слово функция. конечно технически говоря это шаблон класса, но так как я хочу использовать его для вычислений, то мне приятнее думать об операциях над списками как о функциях, с тем лишь уточнением, что это конечно метафункции, функции вычисляемые самим компилятором. Впредь я буду употреблять термины шаблон класса там, где он используется для вычисления на типах и термин функция или метафункция взаимозаменяемым образом. Однако вот эти элементарные конструирующие операции в действии. Взяли список из трех элементов, приписали в конец списка еще одно число и убедились с помощью стетика СЕРТа, что получили в точности ожидаемый список. Сделали конкатенацию одного списка с другим списком, убедились, что конкатенация отработала правильно. Примечательно, что на декларативных языках конкатенация, как правило, требует рекурсии, но нам снова на выручку пришел сам по себе язык С++. Операция анализатора. тоже вроде бы как простейшая по виду, но здесь уже работает сопоставление с образцом. Функция ANCONS принимает на вход какой-то тип U, но при этом единственная специализация требует, чтобы этот тип U имел вид лист, список объектов какого-то типа. Более того, этот список еще и обязан быть не пустым. все его параметры значения этого шаблона лист должны распадаться на первый элемент и какие-то все остальные. Только в этом случае можно разделить список на значение голову и на другой список хвост. для удобства пользования два таких еще внешних определения TLT и ITEMT. То же самое в действии. От списка можно взять первый элемент, можно взять хвост и убедиться, что он соответствует ожидаемому. И интересно, что операция ANCONS вычисляет сразу два результата. Вот теперь первая операция, которая будет уже не столь элементарной. Казалось бы, хочу сделать то же самое, что делала функция ANCONS, но только справа откусить от списка последний элемент и выделить список из всех начальных элементов, не считая последнего. В предыдущем случае это удалось получить забесплатно от самого языка C++. Но уже при деконструкции справа придется пользоваться рекурсией. В самом деле пакет параметров должен стоять последним в ряду однородных параметров. Нельзя написать сначала пакет параметров значений XS, а затем еще одиноко стоящее значение X. Ну что ж, разбираемся в логике этого решения. Если список состоит из одного единственного элемента, то этот единственный элемент и есть последний. А список вообще без элементов будет началом этого списка. В противном случае берем из списка первый элемент X и запоминаем его. Потом находим последний элемент в оставшемся списке, в хвосте. Берем хвост от самого последнего по дереву рекурсии списке списке и прибавляем к нему в начало элемент X, который мы только что из списка изъяли. То есть логика достаточно проста, но все-таки уже менее элементарна. Следующий слайд демонстрирует, что этот алгоритм работает. Переворачивание списка было и остается одной из излюбленных задач на алгоритмических собеседованиях. Для того, чтобы перевернуть список, нужно либо убедиться, что список пуст, тогда его переворачивание тривиально, либо перевернуть хвост списка за вычетом первого элемента и приписать первый элемент, но только уже в конец перевернутого списка. это еще и работает. Теперь следующая операция уже совсем нетривиальна. Фильтрация по предикату. Пусть дан какой-то предикат. Нужно элементы списка разложить на два списка. В один отложить те элементы, что удовлетворяют предикату п, а в другой те, что ему не удовлетворяют. Вот только функции, предикаты здесь это шаблоны. Это будет некоторый шаблон, в котором после инстанцирования должен появиться член, да еще и константный член под названием value булевского типа. Логика реализации такова. Сама функция partition для разделения контейнера на два контейнера это фасад над движком. Движок partition loop в первую очередь должен понять, что ему подали на вход пустой список. В этом случае он завершается с уже готовым результатом. В противном случае, если partition loop получил не пустой список, он должен взять из него первый элемент, применить к этому элементу предикат и вызвать вспомогательную метафункцию. Вспомогательная метафункция partition loop if в свою очередь положит этот элемент x либо в левый, либо в правый контейнер результат. И рекурсивно снова вызовет partition loop. Между вызовами partition loop и partition loop if должно постоянно передаваться состояние. Состояние тем способом передается, которое вы уже видели в начальных разделах доклада, через аккумулятор. для удобства параметры здесь раскрашены. Вот, пожалуйста, U – это список, который еще остается разобрать, V – это список удовлетворяющих, W – список неудовлетворяющих. Параметр шаблон, то есть это уже не тип, а шаблон типа P представляет собой предикат. X – текущий элемент, который для нас кто-то уже изъял из списка и передал. Более того, нам уже вычислили и передали булевское значение B, то есть применение предиката P к элементу X. Если этот самый B равен false, отработает правая специализация, в любом другом случае компилятор придет к общему определению шаблона partition loop if. И получается, что левая специализация отработает только в том случае, если B равно true. Вот в этом случае элемент X будет добавлен к контейнеру V, в противном случае справа элемент X будет добавлен к контейнеру W. В обоих случаях вызывается метафункция partition loop. Что же делает partition loop? Она всего лишь обнаруживает, что список не пуст, откусывает от него первый элемент, применяет, что показано красным, предикат к этому первому элементу и передает все эти данные в partition loop if с предыдущего слайда. Теперь остается только лишь показать базовый случай. Если пуст список листа T без элементов, тогда отрабатывает эта специализация, а в параметрах V и W уже накоплены окончательные результаты, то есть списки удовлетворяющих и неудовлетворяющих элементов исходного списка. Ну и, пожалуй, partition, это фасад над partition loop, который его запускает, проинициализировав состояние двумя пустыми списками. Список удовлетворяющих и неудовлетворяющих пусты до тех пор, как мы начали анализировать хотя бы первый элемент списка Q. Следующий пример иллюстрирует, что вот какой-то список из 10 элементов мы успешно разделяем на четные и нечетные числа, написав для этого своими руками распознаватель нечетных. Это шаблон структуры, в котором есть свой констэкспор, статический член булевского типа. Очень похожая функция span работает до первого элемента, нарушающего предикат. В один контейнер она откладывает все начало исходного списка, которое удовлетворяет предикату, как только находит первое нарушение, перекладывает весь остаток во второй контейнер результат. Пора уже немножко посматривать на часы. Поэлементное преобразование списка то, что в функциональных языках делает функция fmap. все знают fmap в хаскелле, его аналог в лиспе, его прямой аналог есть и в прологе. Контейнерные типы, поддерживающие поэлементное преобразование, называются функторами, не буду сейчас подробнее на функторах и теории категории останавливаться. Однако в языке C++ есть очень простое, очевидное решение для fmap на этапе компиляции для поэлементного преобразования. Не нужна никакая рекурсия. Язык C++ в подарок нам дает возможность применить нечто ко всему пакету параметров, распределив по каждому параметру из пакета вот эту функцию f. Сшивание двух списков. Даны два списка. Это возможно разной длины. И дана функция от двух аргументов. Разумеется, метафункция, реализованная как шаблон. Можно их сшить, например, с помощью операции сложения. Как видите, список результат равен по длине кратчайшему из двух списков аргументов. Делается довольно элементарно. Если существуют такие типы S и T, такие значения x, y, такие пакеты значений x, y, s, соответственно, типов s и t, что пришедшие на вход аргументы имеют вот такой вот вид, лист типа s из одного или более элементов, лист типа t тоже из одного или более элементов, тогда функцию f нужно применить к первым элементам этих двух списков к x и y, нужно применить зиппер сшиватель к остаткам этих списков и сформировать список результатов. То есть, в общем-то, логика этого решения аналогична логике предыдущих решений. Ну что ж, пора заняться хардкором, сортировкой. Это уже алгоритм с квадратичной временной сложностью. Методом вставок будем сортировать. Сортировка пустого списка тривиальна. Если же список не пуст, из него нужно изъять первый элемент и отсортировать все элементы кроме первого. Затем в отсортированном этом остатке найти правильную позицию, на которую вставить тот самый изъятый первый элемент. Прямо на удивление решение оказывается довольно простым. Для того, чтобы отсортировать список при имеющемся компараторе, компараторе это метафункция от двух аргументов, нужно в первую очередь компаратор превратить из двухместного в одноместный предикат, ведь мы уже знаем голову списка, знаем текущий элемент. Нам остается только лишь этот уже известный элемент сравнивать с какими-то неизвестными. Вот построили вспомогательный предикат. Отсортировали остаток списка tail. Здесь произошла рекурсия. Затем сделали partition, разделили отсортированный хвост на две части. Те, которые не превышают головной элемент исходного списка и те, которые его превышают. Вставили между ними этот самый головной элемент и сшили результат в новый список. Свертка списка операция, которая применяет какую-то двухместную операцию ко всем парам элементов списка. Здесь показано на примере сложения, но, конечно же, плюс можно заменить на любую другую операцию. Есть левые свертки, есть правые свертки. вот и фрагмент реализации. Берем от списка первый элемент, распознаем пустой список. Если список пуст, то наше искомое значение уже есть, это начальное значение для свертки. В противном случае сшиваем начальное значение и первый элемент по функции f. Вот, кстати, показано это в действии. Особенно интересна двойственная к свертке операция развертки. Она берет один объект данных и его разворачивает в целый список. Для этого пользуются вспомогательными функциями. Одна из них распознает, есть ли еще что делать, другая по текущему состоянию генерирует очередной элемент для списка, а третья функция преобразовывает состояние. Вот фрагмент реализации. Он не сложен. К списку результатов прибавляем то значение, которое вырабатывает функция g генератор. А прибавляем в начало какого списка? В начало списка, полученного разверткой из нового исходного состояния. h от s это уже будет новое состояние. разве что если в очередной момент функция f даст значение false, вот тогда уже это база рекурсии, нам нужно вернуть пустой список. И вот эта самая развертка позволяет делать очень нетривиальные вычисления. Ну, сначала все-таки начнем с тривиального, с генератора арифметической прогрессии. начиная с числа а и заканчивая каким-то числом b с постоянным шагом d генерировать числа. Вот здесь по очереди написано генерируемый результат это будет список целых чисел объявления item type. Начальное значение это параметр шаблона a. Продолжать можно до тех пор пока текущее значение не сравняется с числом b. и на каждом шаге наращивать текущее состояние на величину d. А вот и более сложный пример генератор простых чисел. Здесь в роли состояния выступает в свою очередь список а именно решетое ротосфена. Список кандидатов список тех чисел среди которых мы все еще надеемся найти простые. Начальное значение это список состоящий из двойки и дальше всех нечетных. Продолжать можно до тех пор пока список кандидатов не пуст. Затем очередное число которое будем откладывать в список результатов это первый кандидат. Ну и на отдельный слайд пришлось вынести вычислитель нового состояния. Берем старый список кандидатов и из него вычеркиваем те элементы которые делятся на уже найденный первый элемент кандидат. Строим таким образом новый список. Многие люди считают что вычисления на этапе компиляции не могут применяться для чего-то серьезно сложного просто из-за переполнения стека. Однако удалось эту реализацию написать такой что список из сотни простых чисел вычисляется достаточно резво. Пожалуй интерфейс к этапу выполнения функция которая выполняет на этапе выполнения уже какую-то функцию f применяя ее к каждому элементу исходного списка. Мне остается лишь окинуть с высоты птичьего полета взором эту библиотечку. В ней есть ряд интересных функций для обработки списков для их сортировки поиска разнообразных вычислительных алгоритмов и удалось это применить для построения чисел фибоначи простых чисел. Полный текст можно найти на гитхабе. На этом мне пожалуй стоит передать микрофон моему уважаемому коллеге и ответить на вопросы. Спасибо большое за доклад. Вот ребята в чате удивлены compile-time сортировки вставками и говорят, что собеседования больше никогда не будут прежними. Вот и я задам тебе буквально у нас есть 4 минутки задам тебе несколько вопросов если ты не против. Первый вопрос будет такой ограничение на тип т насколько я понимаю это все что может быть non-type template параметром. Совершенно верно. Отлично. В противном случае просто не удалось бы инстанцировать шаблон набив его значениями которые не могут обрабатываться во время компиляции. И кстати слава комитету по стандартизации который все более и более наращивает список того что мы имеем право обрабатывать в compile-time. Это правда даже насколько я помню поправь меня можно будет флоты C++20 ну точнее уже можно C++20 иметь в качестве non-time to play параметров. В частности можно будет делать ну я думаю ты использовал эту библиотеку не только для целочисленных типов но и для флотов даблов и вот такого. Сейчас я вспомню делал ли я попытки ее с флотами да делал Следующий вопрос у меня был всегда когда мы пишем такие магические метапрограммирования используем всегда есть два стандартных вопроса первый это насколько читабельны ошибки компиляции и возможно ли в этом вообще разобраться если ты где-то в середине допустил ошибку в имплементации или там в верхнеуровневом интерфейсе а второе это сколько времени все это компилируется и какие есть ограничения на размеры листов которые ты можешь так держать да вопросы оба злободневны и животрепещущие производительность компиляции мерить довольно трудно потому что она очень сильно зависит от архитектуры от процессора от используемого компилятора могу сказать что на моем отнюдь не самым сильным в мире ноутбуке я его купил пять лет назад и до сих пор не меняю просто потому что там вся удобная для работы среда развернута пример сотней простых чисел компилируется секунд 15 что как по мне довольно резво а вот первый вопрос был о сообщениях об ошибке к сожалению это было и остается болью я пока не нашел подходящего решения хорошо а вопрос из чата давай я успею его зачитать не будет ли дабл с разной точностью влиять на тип до тех пор пока компиляция идет на одной конкретной машине на одной конкретной платформе вот прямо в процессе компиляции ведь тип и разрядность не меняется поэтому там все будет достаточно хорошо конечно если разные модули откомпилировать на разных архитектурах а потом попытаться их между собой да нет никому такая идея в голову не должна приходить хорошо и вопрос хитрый от меня можно ли будет с появлением констекспор стд вектора избавиться от таких сложностей абсолютно я очень хочу чтобы тот результат который я имел честь вам сегодня показать вскоре стал никому не нужен с появлением более удобных средств я думаю на этом наше время подошло к концу предлагаю всем продолжить дискуссию в зуме с большим удовольствием буду с вами примерно через 5 минут дошло